Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами вновь продолжим разгадывать загадки мира жуконямок в игре под названием Bugsnex. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ой, пугаешь? Блин, нифига себе, Грэмбл, ты чего? Ну а мы сейчас, друзья, с вами отправимся в первую локацию, чтобы поймать много сэндвичей. Честно сказать, я думал, что нужно совсем по-другому их ловить, что нужно их намазать каким-то специальным соусом, потом жуконямка, которая летает, его схватит, оторвет, а оказывается, нифига там кто-то есть, оказывается, это можно сделать с помощью просто присоска стрела. Нужно установить ловушку, и по идее он в нее попадет. Что ж, надеюсь, это и правда так, только я не знаю, куда его поставить. Прицелиться сюда. Давай! Ха-ха-ха-ха-ха, это сработало! Жесть! Сколько халявных жуконямок! Даже больше, чем нужно! Это элементарно! А я думал, вот это оливка поймает его, и нам нужен какой-то оранжевый соус, которого пока у нас нет. Короче, друзья, спасибо вам большое, теперь буду знать. Ну шо, возвращаемся назад и будем кормить Уиггл этой вкуснятиной. Ну а оставшихся много сэндвичей отдадим Грэмблу. Угу, там еще, по-моему, 8 штук нужно. Как же это много! Так, Уиггл, Уиггл. Оп, вамбус хочет поговорить, обязательно это сделаем. Уиггл, я несу тебе хорошее настроение. Привет! Привет! Давай покормим тебя маленечко много сэндвичами. Вместо, например, левое ухо, голова у тебя уже заменена, правая рука, давай правую стопу, и второй много сэндвич, много сэндвич у тебя будет вместо... Вот так? Ха-ха, ты красавица! Я влюблен в тебя и в твои ноги, они такие вкусные! Я чувствую, как меня переполняет гармония, но все еще что-то не так... Ну что тебе опять? Знаю, кажется, это слишком, но это просто творческий процесс. Ты знаешь, как я написала Буги Уигги Суиггл? Ээээ... Не знаю, расскажи. Я валилась в студию, опоздав на 2 часа. Я не спала 5 дней, и у меня в лапах почему-то было банджо. Я собственное имя не могла вспомнить, а уж тем более то, что должна была петь. И в этом угаре я просто сочинила все на ходу. Две недели спустя песня получила платиновый статус, а я звание изобретательницы жанра банджо-поп. Можно и не уточнять, что повторить такое тяжело. Ну, да? Эээ... И все? А, ну надо еще одно задание взять. Ну давай! Как твоя музыка? Ну что, поможешь мне покорить чарты, дорогуша? Я только этим и занимаюсь, блин. Трифони рассказала мне о пустынной жуконямке, которая появляется только при свете луны. Существо, что обладает связью с космосом. Нечто столь прекрасное должно иметь большое значение, да? Так, белый сыр на хрустик. Связь с космосом. Ночью. Ну, тогда самое время поспать. Я залечу к кому-нибудь в дом, прямо к Лисберту у нее на кровати. Плюхнусь и... Спим до полуночи. И потом отправляемся в пустыню искать эту странную жуконямку. Так, белый сыр на хрустик. Давайте ты пашется. Палящее ущелье. Я видел сыр на хрустиков, но белого сыр на хрустика я не видел никогда. Так, ну давайте смотреть. Пока. Все тихо и спокойно. Белый сыр на хрустик. Но, дружище, редкая разновидность сыр на хрустиков. Я знаю, как тебя поймать. Мне так кажется. Я надеюсь, получится. Так, теперь целимся. Где? Ну что, полетели? Ну, это было не сложно. Ха-ха. Довольно быстро и четко сработано. Да, почти все жуконямки еще и разговаривать умеют. Я давно к этому пришел, открыть ее. Но в самом начале я об этом не знал. Так, ну и куда ты подевалась, Уигл? Кромда. Надо, кстати, у Кромда интервью взять. Если я ничего не путаю, у него интервью мы еще не брали. А эта уже залеглась спать. Давай-ка просыпайся. Ты ж, ну, просила меня сбегать. Я сбегал. Давай покормить. Вместо чего? Блин, я уже все части тела заменил. Давай левая нога. Это Читос. Обожаю. Блин, обожаю кукурузные палочки. Вот она, песня поколения. Жуконямки, жуки-нямки. На этом острове у меня во рту. Как же вкусно. Пока что это все. Работа еще не закончена. Но что скажешь? Это отлично. Не буду ее расстраивать. Это отлично. Не надо надо мной с нисходительностью. Дорогуша, у тебя на лице все написано. Иногда я не знаю, зачем вообще так стараюсь. Понятно, что у меня нет таланта. Все мои карьеры просто случайность. Прости, дорогуша. Мне надо побыть одной. Ладно. Отдыхай. Ну а мы посмотрим, друзья, какие еще задания из дополнительных не выполнили. Ну, например, интервью с Кромда. Да, погнали возьмем у него интервью. Кромдыч, ты тут? А что, ты не дома? А, у нас же задание было выяснить, чем Кромда занимается в полночь. И он куда-то и правда выходил. А я про это, ну, забыл и не обратил внимания. Так, давайте еще раз тогда поспим до полуночи. За ним проследим. И заодно возьмем интервью. Приятное с полезным. Ушок, Кромда, давай, будь здоров. Просыпайся, уже полночь. Наверняка какое-то что-то страшное замышляет. Зараза такая. От меня тебе не скрыться, дружище. Я настигну тебя и днем, и ночью. И при свете солнца, и под лучами луны. Поджираешь и жуканямки, да? Бедного Грэмбла обижаешь, нет? Не ешь их? Ну ладно. Может быть, он хочет починить корабль и улететь на нем отсюда? Либо разобрать его на запчасти и построить что-нибудь еще свое? Нет, тоже нет. Догадка не верна. Он танцует ночью. О, так это безобидно и даже мило. Не во сне, не наяву. Поднимайся и со мной танцуй. Танцуй буги-уги со мной. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну ладно, ничего такого. Абсолютно безобидное занятие, милая. Да! А, здесь кто-то есть? Ничего не было, слышишь? Тебе понятно? Ни единого писка. Ну ладно, ты мне дай интервью, и я сделаю вид, что я не видел. Найдется время? Ладно, тренировка мне не помешает. Когда я стану мультимиллионером, я буду каждый день давать интервью. Ну давай, начнем. Посмотрим, кто ты, что ты и что ты знаешь. Во-первых, кто ты? Король бизнеса, гений продаж, будущий директор Ням Дональдса, единственный и неповторимый Кром-де-Морт. Ну, да, круто. Что ты делаешь тут? Ты знаешь, как пахнет будущее, детка? Уверяю, Атлисберт за версту несло возможностями. Она выступала по телеку, рассказывая о новом суперфуде, и я захотел участвовать. Так что я бросил свою тупиковую работу и пошел на запах возможностей. Что это была за работа? Раньше я ходил по квартирам и продавал всякую стряпню бабулям. Оплата на комиссионной основе. Хрумп ее. Что думаешь о жуканямках? Вкуснятина, манящие, продаваемые. С ними я сразу же покорю денежную вершину. Ну, амбициозный парень. Почему ушел из города? Я попытался извлечь выгоду из того, что Атлисберт уже без надобности, и Бефике это не понравилось. Она всем рассказала, что я вор. А что ты украл? Я так спасал имущество. Это социально полезное дело. Но Бефика подбросила улики в мой домик. Сказала, что я украл ее дневник. Так что я сделал то, что сделал бы любой честный хрумп. Сбежал. Ну ладно. Если его подставили, Бефика может. Вот вы говорите. Бефика становится лучше. Она постоянно за всеми следит, собирает компромат и подкидывает доказательства. Так нельзя делать. Что знаешь, Алисберт? Ох, не надо меня заводить. Все здесь считают, что я такой потрясающий. Таким чудесным лидером. Но я знаю правду. А, это он ее... Все ее считают. Она здесь, чтобы потешить свое эго и обеспечить дозой эгобель. Все остальные лишь пешки. Пешки? Весьма жестоко. Такова Алисберт Мегафрукт. Когда стало жарко, она нас просто бросила. О чем ты? Признаюсь честно, я подумывал уплыть домой, когда все пошло в разнос. Но когда я пошел искать лодку, ее нигде не было. Пропало только два хрумба. Делай выводы. Уверен, Лис и Эг уже живут в попивающей где-нибудь в Нью-Хрумбе. Ладно, успокойся. На этом все. Да, да, понимаю. Я здесь не самый славный хрумб. Я рано уяснил, что жизнь как коробка с дерьмом. Всегда знаешь, что внутри. И это дерьмо. Жестоко. Давай, поищи лодку. Посмотрим, что будешь думать о Лисберт после этого. Кромда дал вам карту, ведущую к лодке. Подробности можно найти в журнале. Офигеть, давай посмотрим. Стоп, здесь этого нет. Продробности в журнале. Стоп, а где журнал? Хрумбы. Зацепки и наводки. Вот. Карта бухты Бурления. В конце бухты Бурления за обломками корабля. Я видел, как Лисберт рассматривает лагерь из-за деревьев ниже границы снегов. Туда можно тоже будет сбегать. Таинственная карта. Рядом с горным пиком поверни от тропы налево, затем идти на север по узкому уступу. Надо будет туда тоже сходить посмотреть, что-то как. Видеодневники мы уже смотрели с вами. Ключ от сундука Эгобель. В сундук мы Эгобель не заглядывали. Или заглядывали. Так, погодите. А Эгобель жила вместе с Лисберт? Так, по-моему, в сундук мы не заглядывали. Вот сундук. А нет, загля... Да, не заглядывали. Еще одна пленка. Вы подобрали видеодневник. Хорошо. Лекарства всякие. Давай посмотрим, что там. И тысяча. Ну как я в форме? Эгг. Восемь. Эй, Эгг, бро. Отлично, сегодня позанимались. Пора освежиться. Нет, мой результат ничтожен. И я не сдамся. Ого, Эгг, да ты крутышка. Отчего ты так загорелась? Я должна стать сильной, чтобы самой ловить жука нямок. Не сочти за грубость, но ты и так многовато налегаешь на нямок. Ох, и ты туда же. Не, я просто думаю, что нямки не единственная причина. Я не смогу помочь, если ты не будешь со мной честна. Просто мне так надоело чувствовать себя пустышкой. Я больше не хочу вечно полагаться на окружающих. Хоть раз в жизни я хочу быть с Лиз наравне. Респект. Знаю, вы с Лиз сейчас не в ладах, но она тебя любит, бро. Скоро все вернется в норму, вот увидишь. Но я не хочу, чтобы все возвращались в норму. Не хочу, чтобы она за меня беспокоилась. Если кого-то любишь, то просто не можешь не беспокоиться. Знаю, и я тоже за нее беспокоюсь. Я хочу лучше о ней заботиться. И для этого сперва мне надо заняться собой. Да, понимаю, я тебе помогу. Спасибо, Чендла. И, пожалуй, я все же пойду освежиться. Пахнет от меня паршиво. Так, ну, никаких серьезных тайн здесь не было. Просто как бы, просто как бы ничего, считай. Так, тут ничего нет. Ладно, погнали к Бифике. Расскажем ей, чем занимается Чендла. Хотя, ой, не Чендла этот. Как его, я не могу. Кромда. Хотя он просил не говорить. Ты че, просыпайся, я ж тебя разбудил. Че, встала, опять легла? Ты офигела? Ты че офигела? Давай просыпайся. Кромда неплохо поет. Боже мой. Теперь понятно, почему он так завидует Уиггл. Но почему он это скрывает? Это даже в какой-то степени мило. Ну, все? Как бы, ладно. Так, в амбус там че-то хотел. Принести Грэмблу, Такамола, Охотника и Шарика, Бананику. Понятия не имею, где они обитают. Давайте ему лучше других жуканямок дадим сейчас. Многосэндвича и многосэндвича. Эти ребята ничего не хотят мне с... Снорпи, куда делся пень? Убрал его раскапывающим устройством. Но это ушло пять минут. Бро, спасибо! Всегда пожалуйста, Ченгла. А я думал, ничего нет, а они... А че меня тыпэшнуло? А че меня телепортировало сюда? Какого фига? Так, ладно, мы можем коврик постелить. Постелить. Тут можно поставить спальный мешок. Здесь... Фонарь повесить. И сюда что-нибудь поставить. Чертежный стол. Ну и нормально, а? Нормальное жилище уже, друзья, получше, да? Чем было. Так, и... Можно сюда. Ничего нет. Сюда. Пугало поставить. И вроде как это все, да? Пока это все. Ладно, ну че, вамбус. Надо с ним пообщаться. А че, опять ночь наступила, пока я бегал? Пока меня телепортировало. А ну-ка, Кромда, отойди, я посплю. Ты не против, да? Я это... Ну, до полудня. Вместе полежим. Вальтом. Я знал, что ты за мной шпионишь, Беф. Не лезь в мои дела, а не то... А не то что... Это ты что-то скрываешь. Ты ничего не сможешь сделать. Думаешь, только меня достали твои шпионские штучки? Рано или поздно ты снова окажешься в своей пещере, и будешь там совсем одна. Ну и ладно, там мне, по крайней мере, не придется слушать твой мерзкий голос. Кромда, извини, да, я... Не злись так на меня. Похоже, ты что-то задумал. Эй, привет! У меня к тебе деловое предложение. До меня дошел слух, что Трифони нашла на раскопках что-то вроде карты сокровищ. Говорят, она ведет к огромной жуконямке. Представь, сколько будет стоить нямка такого размера. Я подумывал заполучить эту карту. Здесь-то и понадобится твоя помощь. Достань мне жуконямку, ради которой Трифони будет готова отдать все. И мы подоргуем. Прибыль поделим. 50 на 50. Ээээ... 50? Я же четко сказал 50... Цать. Ха-ха-ха. Лет-у-ойла поймать. Кто такой Лет-у-ойл? Я таких не видел никогда. Вроде бы. По-моему, лету войла мы еще не видели Может быть, вот это лету войл? Не знаю Но это у нас леденцовка Доктор шипучка Оливка Это наверняка летающий лету войл Хотя лету войл Оливка лету Звучит похоже, да? Но не факт Зеленый виноградик Сыр на хрустике Сладка пчелка Жарозефирка Ну, короче, когда-нибудь Мы его найдем, но только не сегодня Пока неизвестно, кто это Поговорим, наконец-таки, с вамбусом Но сперва я насобираю соуса на будущее Пригодится, его всегда мало Особенно кепчука И шоколада Готово Ну, что ты хотел? Есть успехи? А тебе, как кажется Извини, просто я уже на грани Мне надоело быть терпеливым Просто принеси мне всех жуконямок Которые умеют закапываться Может, они как-то разрыхлят почву? Хоть что-то сделают А это сработает? Должно быть Моё упорство кажется ужасно глупым Но нельзя сдаваться просто потому, что дела не идут Раз больше никто в меня не верит Я буду верить в себя сам Либо так, либо никак Так Мы должны посадить в саду коктейли Палзурита и сорбетти Я таких не знаю Что вы за жуконямок все находите? Палзерио Забурита Кто это такие? Где они обитают? Я понятия не имею Ну, я помню, что на пляже кто-то закапывался А как их выкапывать? А кто на пляже закапывался? Я уже не помню Блин, все требуют жуконямок Которых я даже вживую не видел ни разу Единственный вариант Это пробежаться по всем локациям Посмотреть Потому что время от времени новые жуконямки появляются Например, милая леденцовка Новая жуконямка, которую раньше мы не видели Пробежимся, посмотрим Ты кто? Экзоножка Вроде бы видели такую Кивосик Есть Всех просканируем Всех найдем А потом уже будем смотреть Новая клубняшка Она в кепке Это маленяшка в кепке Посмотрите У нее кепка на голове Ха, прикол Так Краб вроде бы закапывается под землю, нет? Маленяшка Маленяшка Раковина Краблока Вот это штука летающая Что это? Коктейли Отлично Но как его поймать? Так Выпрыгивает из океана высоко в воздух Эту нямку надо ловить, пока она летит Ну Единственный вариант Это с помощью Батута И ловушки Сейчас она выпрыгнет И я запущу ловушку А че она не долетела? Ладно Переставим, пожалуй, ее поближе А че? Это какого фига? Оно же должно долетать Нет, разве? Стоп Это странно Оно же должно долетать Всегда долетало, когда я прицеливался А сейчас не долетает А сейчас тот ворот перелетело Что за фигня? Я думал подождать момента Когда она начнет спускаться И запустить в нее ловушку Во, попалась Иди сюда Так, коктейлио поймали Ползу... Посадить в саду коктейлио А так же ползурита Кто такой ползурита? Леденцовка Так, ползурита О, смотрите, кто-то бегает здесь Это один из потерявшихся хрумбов Бухта Бурления Новая локация? Офигеть! А мы тут не бывали Может быть тут новые жуконямки Бегают как раз таки и прыгают Тут все горит Это довольно жутко и страшно Возьму шоколада А, загорелся Ну я так и думал, что загорюсь Просто хотел потестировать Краблака Зеленая Необычная Золотистый кивосик Отлично В дереве кто-то сидит Непонятно кто И как его выманить? Дерево, в котором могут прятаться прыгучие жуконямки Что-то вроде кустов поднебесья Банан какой-то прыгает Но я не знаю, как его ловить Друзья, у вас есть идеи, как ловить? Я даже просканировать его не могу Не то что поймать Прыгающий банан Ты кто такой? Диет-шипучка Еще одна диет-шипучка Большой хладнопалочник Так, что еще тут есть? Ну и вроде как это все Никаких особо новых жуконямок и нет С тобой я попозже поговорю, мужик Погоди, у меня тут другая цель И другая миссия Да, тут уже все Тупик Так, ну Локация довольно маленькая Где она вообще располагается? На карте Бухта бурления тут За обломками корабля Там что-то было сказано Какая-то штука должна лежать Давайте-ка посмотрим Раз мы все равно оказались тут Так, получается В конце бухты бурления За обломками корабля Листочка там была Вот тут Получается на кончике косы Вот здесь это должно быть Ты кто? Сорбетти А мы как раз ищем Сорбетти Ха, классно Не зря Зарывается в песок И подкаруливает врагов Обрушивая на них Ледяное Возмездие Не знаю Получится ли его таким образом Поймать Но в общем-то Вот место Обозначенное на карте Вау Ты нападать на меня будешь? Подожди Вернуть ловушку Вы нашли заметки лис О секретной комбинации Подробности можно найти в журнале Давай-ка это Вылазь И как ты в воде не таешь? Можно ловить сейчас ее Ха! Ее нужно Просто заманить в воду? Прикольно Так И Ползурито Остается Понятия не имею Кто это Ползурито Хотя Знакомое название Ползурито Кто же может быть Ползурито? Ползурито Кто такой Ползурито? Фри Ползень Ход Червь Доктор Шипучка Это все не то Ползурол Есть Но это не Ползурита Нам нужен Ползурита Я даже не помню Где я Ползуролы Нашел Это было Совершенно Случайно Ползурита И Ползурол Может быть Это одно И то же Реброножка Блин Глазуритка Ползурита Глазуритка Созвучно Но это не то Ползурита Пряные потоки Может быть Ползурита Появляется Ночью В пряных потоках Я хочу Просто выполнить Эта задача О Какая-то пещера Нифига себе Я ее пропустил Не нападай на меня Погоди Я хочу Заглянуть сюда Подожди Вот это не Ползурита Случайно Зачем же В лаву Жесть Расставил Да Сейчас Сейчас Я тебя Соберу Погоди Ну куда В лаву Не надо Меня в лаву Закидывать Ну и зачем Ты это сделал Лапшистер А я не смог Его поймать Прикольно Я как бы вроде бы Его уже начал ловить Но поймать не смог Классно Как всегда Ну я уже Замахнулся Но поймать его Не смог Именно в тот момент Когда он должен был Уже разложиться Его забросило туда Почему бы и нет Стой Иди сюда Офигенно Ладно Что с тобой Там творится Смогу ли я поймать тебя Во В этот раз разложился А в тот почему-то нет Забавно Ладно Хладнопалочников Мы собрали Какая-то Лапшистерская Тут штука летает Точнее Ползает Много Всякого Интересного Но я не помню Ползурита Друзья Может вы помните Кто такой Ползурита И видели мы Его вообще Или нет Может я зря Пытаюсь Вспомнить Но на этом Мы пока с вами Остановимся Надеюсь Видосик вам понравился Большое спасибо За внимание За просмотр До новых встреч Удачи Пока Счастья вам Друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok